Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня у нас в студии начальник отдела организации досуга управления культуры администрации города Рязани Валентина Макарова. Здравствуйте, Валентина Александровна! 5 марта стартовала масленичная неделя, широкие гуляния. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Основные народные гуляния планируется провести 12 марта в субботу. Расскажите, пожалуйста, что ждет горожан? Это наш любимый горожанами праздник, на который всегда приходит такое огромное количество рязанцев с семьями, с детьми, с бабушками, потому что традиции у этого праздника очень давние. И в нашем городе этот праздник проводится совместно с приобанком уже 16-й год. Конечно, за это время накоплен опыт, и каждый год организаторы пытаются придумать что-то новое, чем-то удивить наших горожан. Ну, в этом году праздник проходит на площадке, которая расположена перед центральным спортивным комплексом. Мы в третий год уже будем проводить про Масленицу на этой площадке. Вы знаете, она нам понравилась. Она понравилась нам тем, что, прежде всего, тем, что горожане не будут жаловаться на то, что перекрыт наш любимый город. И, конечно же, мы очень рады, что найдена такая площадка, которая не мешает перекрытию движения. И в то же время подъезд к этой площадке со всех сторон очень удобный. Масленица наша любимая состоится 12 марта. С 14 в этом году чуть позже, в связи с тем, что в этом году Масленица приходится на середину марта, и снега практически уже нет. Вот сегодня солнышко замечательное. И поэтому чуть-чуть сдвинули, поскольку завершается праздник фейерверком, чтобы это было эффектно и красиво. Поэтому сдвинули. Время проведения Масленицы будет с 14 до 20.00. То есть вот в 14 часов начнется программа. Что будет так? Обжорные ряды с огромным выбором блинов. Я думаю, что это всегда привлекает наших граждан на свежем воздухе покушать интересные блинов. Разных-разных рецептов. Затем начинают работать с 15 часов молодежные потешки. Это игровые программы. Работает малая. В этом году будут установлены две сцены. основная сцены и малые сцены, на которые будут представлены игровые программы для детей. Традиционные игровые программы, которые так характерны для Масленицы, будут проходить с 15 часов. Затем в 16 часов будет официальное открытие праздника, и начинает работу основная наша сцена. Здесь, конечно же, и традиционные артисты выступают, те, которые полюбились нашим рязанцам. Это наша гордость. Государственный академический рязанский русский народный хор, ансамбль «Отрада», ну и много других коллективов. Конечно же, ожидается сжигание масленицы, чучела и, как я уже говорила, фейерверк. Я думаю, что программа будет на все интересы. Приходить нужно с семьями, приходить дружно и радоваться хорошим праздникам, хорошим традициям. И вот все, конечно же, задают вопрос про столб, на который так любят молодцы удальцы залазить. Будет ли он в этом году и будет ли что-то особенное? Ну, конечно же, ну как же без столба? Я вот забыла про это сказать. Ну, конечно же, столб будет установлен. И в 18 часов начнутся самые главные состязания. Будут представлены, как всегда, необычные призы. И всех любителей экстрима мы приглашаем, потому что, конечно, без молодецкого столба, без взятия этого столба, конечно, праздник не праздник масленицы. Это мы обозначили общегородское такое главное мероприятие. А еще запланированы массовые мероприятия в других районах города. Конечно же. Ну, вот вы уже говорили о том, что мероприятия начались 5 числа и заканчиваются они 13 марта. В этом году очень много мероприятий, порядка 8 мероприятий в разных районах организованы нашими ТОСами. Во дворах масленичные мероприятия. Очень много, конечно же, мероприятий состоится именно уличных. Ну, и будут проходить и в библиотеках, в наших учреждениях праздники. Вот сегодня во дворце культуры Приокске, по-моему, в 16 часов состоится мероприятие, посвященное масленице внутри помещения. 13 числа состоятся масленичные гуляния перед дворцом культуры Приокске, перед культурно-досуговым центром «Октябрь». И, конечно же, 12 числа, возвращаясь снова, 12-го в Солочи, наше любимое место отдыха горожан, тоже будут проходить эти мероприятия. В рамках пресс-конференции вы обозначили существование некого конкурса на лучший блин. Правильно? Да. В рамках нашего праздника «Главная душа моя, масленица» обязательно традиционно проходит конкурс на лучший блин. И, конечно, все наши предприниматели, которые занимаются выпечкой блинов, они выносят на суд жюри свои блины. Вот это жюри подводит итог, и в рамках этого праздника происходит награждение за лучший блин. А есть ли какие-то параметры, по которым судят, оценивают? Ну, поскольку я не один раз уже была в составе жюри этого, параметр только один – вкусно или невкусно. Всё понятно. Ну, конечно, приветствуются народные рецепты, какие-то традиционные народные рецепты. Конечно, это в первую очередь приветствуется. И вообще, насколько я понимаю, вот отсылка к традициям, к фольклору, она одна из самых главных составляющих, да, в проведении? И если говорить о сюрпризах, вот вы говорите о том, что каждый год пытаетесь придумать что-то новое в этом году. Приоткройте завесу тайны? Ну, в этом году организаторы пригласили наши военно-исторические клубы. Сейчас мы обозначили с вами забаву для взрослых в основном, а что для детей подготовлено? Ну, вот я уже говорила, что будет работать детская площадка, малая сцена им выделена. И здесь игровые программы готовят наши культурно-досуговые учреждения. Это «Октябрь», «Приокский», «Музей путешественников». Они так интерактивно начинают работать, и нам это очень приятно, что они уже на Масленице готовы показать свою программу. Конечно же, и мы очень благодарны, я не знаю, как это, фирма, не фирма, «Хочу играть», такое объединение творческое, «Хочу играть». Они всегда с огромным успехом выступают на наших праздниках, и я думаю, что они украсят этот праздник. И, конечно же, планируется выступление детских фольклорных коллективов с соответствующим репертуаром, с народными играми. Я думаю, что это тоже все в общую копилку праздников. В том числе воспитанники музыкальных школ, насколько я понимаю. И вопрос касательно территории и локации. Третий год уже проводится возле ЦСКА. Конечно, это максимально снижает затруднения для движения городского и частного транспорта, но при этом на Соборной более антуражно-колоритно, как, вообще, думаете, оценивает общество этот перенос главного праздника. Ну, вы знаете, мы, конечно, не проводили специальных исследований, но, судя по тому объему, скажем так, недовольств, которые высказываются горожанам при перекрытии движения, вот мы два года проводили, никаких жалоб такого плана не было, но у организаторов и у нас, Управление культуры, Администрация города Рязани, как бы намечена такая тенденция расширения этого праздника и, как бы, распределения на территории Центрального парка культуры и отдыха. И надеемся, что, когда будет благоустроена территория и появится больше возможностей, я думаю, что вот использование Центрального парка культуры и отдыха по назначению для проведения народных гуляний – это, конечно, как бы сверхзадача проведения Масленицы на этой территории. При этом количество посетителей, как в прошлом году, допустим, подтверждает, что… Не уменьшается, не уменьшается. А как… Ну, и горожане с удовольствием пойдут после, значит, они принимают участие в каких-то мероприятиях, а потом пойдут и погуляют в парке. Ну, и, может быть, вы пригласите в конце горожан на праздник? Дорогие рязанцы, мы с огромным удовольствием будем рады видеть вас на празднике, на всех праздниках, во всех районах нашего города, но особенно мы ждем вас на народном гулянии, общегородском празднике «Душа моя, Масленица». На этом я предлагаю завершить нашу беседу. В нашей студии была начальник отдела организации досуга управления культуры администрации города Рязани Валентина Макарова. Всего вам самого доброго!